Всем привет! Меня зовут Аким Фасхудинов, я руководитель команды SRE в компании Y-Clients, и тема моего доклада – это инцидент менеджмент и аналитика процессов в Яндекс.Трекер. В рамках сегодняшнего доклада я расскажу про то, как и почему мы мигрировали из жира в Яндекс.Трекер, какие процессы вообще у нас есть в Яндекс.Трекере и как мы построили аналитику этих процессов. Для начала немного о компании. Y-Clients – это лидер среди SaaS-решений для онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. У нас работает более 350 сотрудников. На текущий момент в трекере у нас более 40 очередей или проектов терминологии Jira. И в среднем в день мы создаем 70 новых задач. Миграция из Jira в Яндекс.Трекер. Почему и что вообще случилось? На самом деле, мы с 2017 года использовали Jira, и нам все нравилось, все было хорошо, но однажды в марте Jira сообщила, что приостанавливает продажу лицензии для клиентов из России. Собственно, мы были вынуждены искать какой-то российский аналог, и на самом деле для компании это был сложный период, с нетехнической точки зрения именно, то есть это были десятки трендов с обсуждениями на протяжении месяца. Было много продуктов, которые мы рассматривали, но в конечном итоге мы сузили круг до четырех продуктов. Это Яндекс.Трекер, Кайтон, GitLab Issues и Redmine. Последние два в варианте развертывания на собственных серверах. У нас также было несколько встреч с представителями компаний. Мы общались с Яндекс.Трекером, с Кайтоном, для того, чтобы узнать побольше про продукты, про фичи, которые есть в этом продукте. И в конечном итоге создали сравнительную таблицу. Выглядела она следующим образом. Здесь на таблице видно критерии, по которым мы выбирали продукт. И здесь же можно заметить, что Яндекс.Трекер имеет больше всего зеленых ячеек. Поэтому мы остановились именно на нем. И если не вдаваться во все детали, которые указаны на таблице, было четыре ключевых факта. Первый – это стоимость. На наш взгляд, это наилучшее соотношение цены и качества на рынке РФ. И для понимания, после переезда из Jira в Яндекс.Трекер мы снизили расходы на инструмент трекера в 10 раз. Второе – это схожесть Jira и зрелость вообще продукта. Для нас было важно, чтобы переход на новый инструмент был с тем же уровнем комфорта для сотрудников, чтобы не приходилось никого перевучивать, чтобы было все практически так же, как было в Jira. И, соответственно, зрелость продукта. То есть мы должны быть уверены, что нам не придется переезжать второй раз. Это никому не интересно. Еще один из неочевидных моментов. Когда мы изучали продукты, мы узнали такую штуку, что, оказывается, не все инструменты трекеров именуют задачи в формате названия проекта или очередь и порядковые номера. На самом деле это было очень важно для нас, потому что есть какие-то исторические данные. Где-то в документах есть ссылки на задачи, есть merge request, если разработчики об этом знают. И, как правило, они ведут на задачу с описанием контекста. В Яндекс.Трекере мы все это сохранили. Третье – это возможность автоматизации процессов. Здесь я говорю как про инструменты из коробки. То есть когда трекер позволяет обычным сотрудникам, не техническим, настраивать какие-то автоматизации. И в том числе какой-то функциональный API для того, чтобы каким-то образом расширить автоматизацию, сделать какие-то интеграции и подобное. Четвертое – это экосистема. Мы давно пользуемся продуктами Яндекса. Начали мы с Яндекс.360. Он тогда еще назывался Яндекс.Коннектом. Таким образом, у нас все сотрудники в компании имеют корпоративную почту, то есть рабочий аккаунт, который является единым для всех инструментов, которые мы используем в Яндексе. А это еще и Яндекс.Облако, и Даталенс, и Яндекс.Формы, и Яндекс.Календарь. Теперь еще и Яндекс.Трекер. Получается, что пользователю не нужно помнить логины и пароли. Это очень удобно. Ты заходишь в один аккаунт и просто переходишь по ссылке, и у тебя открываются все твои рабочие инструменты. Для администрирования это также удобно, потому что тебе не нужно присылать какие-то приглашения, не нужно выдавать дополнительные права в сложном новом интерфейсе. Все делается из одного места. Если говорить о цифрах переезда, здесь стоит упомянуть, что мы приезжали самостоятельно через API, как API Jira, так и API Яндекс.Трекера. Привозили мы 26 очередей или проектов терминологии Jira, более 40 тысяч задач, порядка 20 тысяч вложенных файлов и около 100 тысяч комментариев к задачам. Сама миграция вместе с подготовкой у нас заняла одну рабочую неделю с переключением на основные задачи, потому что у нас нет выделенной команды, которая перевозила бы трекер. Это нечастая история. В подготовку входило написание инструмента, который выгружает данные из Jira, с трансформацией этих данных и непосредственно с импортом в Яндекс.Трекер. Честно сказать, очень удивила API Яндекс.Трекера, потому что оно позволило сделать, наверное, такую фичу, которую не предоставлял ни один трекер. Ну, возможно, мы просто этого не заметили. У нас получилось переехать под ключ. То есть, что я здесь имею в виду? Если задача ранее называлась SRE123, то она переехала точно с таким же ключом уже и в Яндекс.Трекер. У нее сохранились все метаданные, то есть дата создания, автор задачи, и те инструменты, которые мы рассматривали ранее, они, к сожалению, такого не позволяли. Но не все, конечно, было так радужно, как с переездом. Когда мы переехали, были моменты, которых нам не хватило. А не хватило нам проектной, межпроектной дорожной карты, так называемый roadmap, который был в Jira. Сейчас мы используем Excel, но очень надеемся, что в будущем Яндекс.Трекер все же реализует тоже roadmap. Одно из ключевых, и, наверное, оно должно стоять было на первом месте, это отсутствие аналитики и отчетов из коробки. Именно в том формате, в котором они нам нужны. Почему грустно? Потому что WhiteLine сработает по OCR, и одна из целей OCR – это CycleTime в командах. Мы ранее его отслеживали с помощью ControlChart в Jira. Соответственно, переехав в Яндекс.Трекер, мы потеряли эту аналитику, мы более не могли измерять цель в рамках OCR. Но о том, как мы это починили, я расскажу в третьей части своего доклада. И на самом деле отсутствие аналитики было в какой-то момент блокером, но у меня был опыт уже работать с Яндекс.Трекером и в целом построение аналитики на базе трекера. Поэтому мы как бы сошлись на том, что давайте попробуем. И также нам не хватило некоторых базовых операций администрирования в веб-интерфейсе. Но, например, когда вы создаете какой-то кастомный статус или какое-то кастомное поле, затем вдруг статус нужно переименовать или добавить какой-то элемент в список поля, вы не можете сделать это в веб-интерфейсе. Приходится делать это через API. И это неудобно, но, насколько я знаю, это в скором времени будет исправлено. Теперь поговорим про внутренние процессы на базе трекер. И прежде чем вообще рассказывать про наши процессы, давайте попробуем определиться, что такое вообще инструмент трекера, какие задачи он решает. Одна из задач, самая основная от планирования работы, это распределение задач по сотрудникам, отслеживание статусов, срока выполнения. Ну и, конечно же, трекер – это про прозрачность, когда каждый сотрудник понимает, чем занимается сейчас компания, какие ценности мы пытаемся донести. В iClines – это еще и разработка по методологии Agile. Инженеры-изработчики у нас сработают по Scrum, Kanban-доскам. Мы планируем спринты, используем story-поинты, вип-лимиты, пользуемся диаграммой Ганта. Кроме того, трекер для нас – это еще и автоматизация, оптимизация ручных действий, то есть какие-то фильтры, гибкие запросы для поиска задач, триггеры по каким-либо событиям, автоматические действия по расписанию. Это удобство создания задач через шаблоны и формы. И также еще выстраивание рабочих процессов. Трекер – это не только про разработку, это еще про какие-то внутренние процессы уровня всей компании или какого-то департамента. Поэтому для нас важно как дерево связей между задачами. Здесь я имею в виду, что есть эпик, у него под эпики, у под эпика истории, у истории задач, а у задач под задачи все это связано между собой, между командами, между проектами. И таким образом образует одно дерево, в рамках которого можно проваливаться в нужную задачу для того, чтобы понять какой-то контекст по ней. Сюда же входит и менеджмент инцидентов, планирование технических работ, отслеживание time-to-market, этапы discovery-delivery, ну и RFC, например. И, конечно, еще возможность построения аналитики процессов. Ну, это отдельный нюанс, и про него поговорим в третьей части доклада. В iClients трекер используют в основном департамент R&D. На самом деле сейчас уже большинство сотрудников, то есть и коммерции, и прочие ребята. Но в основном это инфраструктурные команды инженеров, разработка, тестирование, дизайнеры, маркетинг и немного техническая поддержка. Вот так выглядит пример канбан-доски команды SRI. Но сегодня я не буду рассказывать про agile. Кто-то у нас использует скрам, кто-то канбан, кто-то простые доски, кому-то доски вообще не нужны. Ключевая цель доклада сегодня – рассказать про инцидент-менеджмент. И прежде чем начать про него говорить, давайте попробуем понять, а что же такое инцидент. Инцидент для нас – это заметная деградация продукта или какого-либо компонента продукта. Это частичная или полная недоступность продукта. Это проблема в целом, которая носит какой-то массовый характер. И всегда инцидент – это риск финансовых и имиджевых потерь, как для продукта, так и для бизнеса наших клиентов. Мы считаем, что в случае возникновения инцидента важны некоторые вещи, например, прозрачность для сотрудников компании. То есть все в компании должны понимать, что вообще происходит, что случилось. Также важна прозрачность для клиентов. То есть клиенты должны понимать, что у нас есть какие-то проблемы. Мы не пытаемся скрыть, что у нас что-то случилось. Мы добиваемся прозрачности. Наличие истории инцидентов – на самом деле оно может помочь понять, как починить текущую проблему, потому что инциденты бывают схожими. И, конечно же, выстроенный процесс устранения инцидента. Без него, в принципе, работать с инцидентами, на наш взгляд, невозможно. Когда нет регламента по инцидентам, когда инцидент становится неуправляемым, выглядит он как-то так. Есть, как правило, дежурный инженер, который берет на себя работу по инциденту, и на этом все может закончиться. Непонятно, знает ли кто-то в компании еще о том, что случился инцидент. Нужна ли коммуникация? С кем связаться по поводу коммуникации? В то же время, допустим, техническая поддержка или коммерция не понимает, у кого спросить, что случилось. И у нас тоже такое было в какой-то момент, и мы решили, что нужно что-то с этим делать. Тогда мы начали разрабатывать регламент того, как мы работаем с инцидентами. И, собственно, сейчас это такой большой документ, в котором мы описываем вообще, что в принципе из себя представляет инцидент, то есть его определение, как выглядит флоу, где его регистрировать, где читать про инцидент, какие есть статусы, какие метаданные, каков вообще цикл жизни инцидента, кто такая инцидентная команда. Она, в общем, состоит из трех ключевых ролей. Это инцидент-менеджер, который занимается курированием и координированием по инциденту. Это дежурные команды, то есть дежурные разработчики, инженеры, которые штурмуют непосредственно инцидент, и специалисты по коммуникациям, которые уже отправляют коммуникацию клиентам. Если говорить детальнее про сам цикл жизни инцидента, обычно мы на основе данных систем мониторинга или на основе данных от поддержки понимаем, что у нас что-то произошло, после чего дежурный реагирует на инцидент, и он может создать его несколькими вариантами. Это может быть напрямую трекер, это могут быть формы, или это может быть команда бота. После того, как дежурный выбрал один из способов создания, создается тикет в очереди инк, и от этого тикета отрабатывают автоматизации в трекер. Это автоматизации нативные, то есть это таймеры слаг, который с момента регистрации инцидента начинает тикать и говорит нам о том, что сколько времени прошло с момента инцидента. И это также триггеры, создается трет в слаге, создается событие в пейджер дьюти, и призывается инцидентная команда. Когда создается трет в слаге, текущий статус тикета, он также отображается непосредственно в слаге. И инцидентная команда, как я описал, состоит из инцидент-менеджера, дежурных и специалистов по коммуникации, каждый занимается своей ролью. То есть специалисты по коммуникации отправляют информацию клиентам, дежурные штурмуют инцидент, а инцидент-менеджер занимается уже распределением ресурсов и делает все, чтобы из инцидента выйти. Триггеры выглядят следующим образом. Здесь видно, что у нас есть кастомные категории инцидентов, они коррелируются с приоритетами. И также есть триггер, который отправляет события в бота. В трекере можно настроить отправку HTTP-запроса. В данном случае мы отправляем какие-то метаданные в нашу бота, после чего он создает тред в слаге. Выглядит он следующим образом. Он достаточно интерактивно, динамически обновляет свой топик. И у него есть кнопки, с помощью которых мы, допустим, можем назначить исполнителя или поменять статус инцидента. Когда мы импакт уже устранили, мы переходим к этапу детального изучения того, что вообще произошло. Если инцидент мажорный, мы готовим внутренний постмортен, собираем какие-то внутренние встречи, начинаем обсуждать и, собственно, планируем работы над ошибками по инциденту. Все эти работы над ошибками, так называемые экшен-итемы, мы привязываем к инцидентному тикету и далее следим уже за сроками выполнения этих задач, тоже периодически встречаясь. И как же вообще выглядит этот инцидентный документ? Он состоит из четырех основных пунктов, то есть что произошло вообще качественно и количественно, как это повлияло на пользователей. Выглядит это вот так. Здесь можно увидеть, что, во-первых, справа у инцидента есть его метаданные, то есть приоритет, какие затронуты сервисы, текущий статус. Видно таймер SLA. В теле мы описываем, что случилось, как это качественно и количественно повлияло на пользователей. Далее мы уже после устранения импакта обычно описываем таймлайн событий, то есть что вообще произошло с момента инцидента до его решения. Обычно это позволяет нам искать какие-то боттлнеки. Мы понимаем, например, что мы очень долго искали, как отправить коммуникацию, или очень долго дежурный не выходил на связь, ну какие-то еще кейсы. Также, когда мы детально исследуем, что вообще случилось, мы техническим языком описываем ошибку, что случилось. И на этом фоне мы тоже можем понять, где мы свернули не туда, что у нас какие есть уязвимости, скажем, в нашей инфраструктуре или вообще в целом в продукте. На основе него мы, соответственно, формируем экшен-итемы, которые могут выглядеть вот так. Видно, что две команды здесь участвуют. Это разработка и SRE. И, соответственно, мы потом следим за статусом выполнения этих задач, периодически встречаясь, как я уже говорил. Итого, какая вообще польза инцидент-менеджмента может быть при использовании его в трекере. Во-первых, это максимум структурированных деталей. Они все в одном месте. Любой сотрудник может зайти и посмотреть вообще, что случилось, понять происходящее. К инциденту также привязаны его экшен-итемы, то есть иерархия какая-то задача. Не нужно искать, где какая задача, к чему привязана, это проинцидент или не проинцидент. Автоматизации в целом помогают как-то регламентировать процесс, уменьшить количество ручных действий, которые необходимы для того, чтобы зафиксировать инцидент. Все это в конечном итоге приводит к тому, что улучшается метрика RTO. Это recovery time objective, целевое время восстановления продукта в случае, если наступила авария или инцидент. История инцидентов помогает увидеть, как вообще проблема решалась до этого, если она схожая. И, конечно же, когда вы что-то начинаете фиксировать, по этим данным далее можно строить аналитику. Кроме инцидент-менеджмента у нас есть еще и похожие процессы, например, технические работы. Они, в принципе, настроены точно так же, как инцидент, за исключением того, что здесь нет инцидентной команды. Здесь, как правило, описывается регламент того, что мы планируем делать, как это повлияет на продукт. И призывается команда маркетинга и коммуникации для того, чтобы отправить ее клиентам. Также у нас техническая поддержка потихоньку начинает использовать трекер. Яндекс.Трекер – это не основной инструмент поддержки. Сейчас они его используют для того, чтобы хранить бэклог багов и бэклог фич. Далее они привязывают эти баги и фичи к задачам разработки. Как только задача разработки закрывается, поддержка получает уведомления, создается тренд с лаки, и они могут уже коммуницировать с пользователем. Допустим, чтобы баг был исправлен или фича теперь в продакшене. В будущем они планируют еще строить аналитику как по багам, так и по доработкам для того, чтобы менеджеры продуктов могли ее использовать. Еще из планов на будущее мы планируем затащить трекер HR-процессы, то есть устройство сотрудников, отпуска, увольнения сотрудников, также хелт-деск для того, чтобы, например, заменить оборудование или оказать какую-то техническую поддержку в рамках офиса, завести туда RFC. Если есть какие-то архитектурные решения, которые стоит зафиксировать, трекер очень подходит в этом плане, в том числе за счет именования ключей. Например, RFC-1, сразу понятно, куда идти смотреть. И теперь переходим к аналитике внутренних процессов. И давайте начнем с того, что вообще есть в базовой версии трекера. Там есть agile burn-down или диаграмма сгорания задач по-другому. Есть какая-то базовая статистика, например, по типам задач или по компонентам. Можно построить сводную таблицу по исполнителям. И есть примитивные дашборды, например, количество задач по фильтру. Нам нужна была аналитика среднего времени цикла задач, так называемые cycle time, то, что было в Jira. Поиск этих выбивающихся задач из цикла. Аналитика по конкретным статусам, гибкая фильтрация, допустим, по спринтам, по командам, по типам задач, по определенному периоду и оценка внедряемых решений. Например, мы приняли решение, что необходимо что-то поменять в процессах. Мы это поменяли, но нужно оценить эффективность, насколько релевантно было то изменение. Всего того, что здесь написано в трекере, нет. Но у него есть API. И мы решили, ну что ж, напишем сами. Мы написали MVP-инструмент сбора метрик буквально, наверное, за неделю. Он выгружал все в ClickHouse. Так как мы пользовались Яндекс.Облаком, и там есть DataLens, мы собрали дашборд на основе тех данных, которые получили из трекера. Получилось, на самом деле, лучше, чем было в Jira. И команда R&D стала счастлива, потому что мы смогли вернуть ОКР и в целом теперь все процессы на виду. Как вообще работает инструмент, который мы написали? Он написан на Python. Собственно, он собирает метаданные задач в фоновом режиме. Данные основаны на ченджлоге задачи. Каждая задача имеет некую историю, что с ней вообще происходило. Трансформирует метаданные в полезные данные и подсчитывает метрики, после чего загружает результаты в ClickHouse. И в любой момент их можно, если что, пересобрать. Данные мы храним в ClickHouse, потому что считаем, что это быстро-эффективное all-up-хранилище. Его поддерживают все BI-инструменты, и мы любим и знаем ClickHouse в iClients. Визуализируем данные в Detalence, потому что есть Яндекс.Облако. Инструмент очень мощный, а еще и бесплатный, как оказалось. В нем можно создать общий дашборд для всей компании. Вообще можно гибкие фильтры подстроить под любую команду. И каждая команда, на самом деле, может еще и собрать себе отдельный дашборд, используя тот же датасет или то же подключение к ClickHouse. Вот так выглядит наша аналитика, которую мы построили. Здесь видно CycleTime. Слева видно фильтры, которые мы используем. Здесь можно выбрать период, какую-то конкретную команду, статусы и прочее. В самом низу видно список задач. Из них видно сразу выбивающиеся задачи, которые повлияли на CycleTime. Есть также индикаторы про среднее время цикла, перцентилье, количество задач за период и общее количество story points. Ну и, собственно, сам график, на котором тоже видно среднее и перцентилье. Соответственно, здесь мы, как правило, выбираем статусы, которые нам интересны, например, в работе, в тестировании, и смотрим по ним, какая у нас есть метрика. Если мы понимаем, что какая-то отрицательная динамика, мы можем посмотреть в убивающиеся задачи. Здесь видно, что на следующей вкладке в виде точек указаны задачи, которые сильно убиваются. Соответственно, мы можем из нижней таблицы провалиться в задачу в трекере и посмотреть, что же с ней пошло не так. Кроме всего прочего, иногда интересно посмотреть, какая задача вообще долго висела в ревью. То есть мы здесь смотрим не общее среднее по периоду, а непосредственно по задачам. Здесь же также можно увидеть вообще по всем статусам, как было распределение. Инциденты, я про них рассказывал. Мы тоже построили по ним аналитику. По ней мы смотрим, сколько у нас было минорных инцидентов, сколько было мажорных. Здесь также подключен индикатор SLA. Он, правда, не про трекер, но тоже в кликхаусе живет. И DataLens, в принципе, умеет с несколькими датасетами работать. Но на инциденте он очень гармонично смотрится и помогает нам. Здесь мы видим также, сколько в среднем мы выходим из инцидента по каждой категории. Видим историю инцидентов за определенный период. И также мы с недавнего времени начали еще измерять количество релизов, которые мы производим. Здесь именно релизы не с точки зрения CI-CD, а с точки зрения закрытой задачи в трекере. Это может быть очень полезно для поддержки, например, когда они ищут корреляцию с тем, что случилось в продакшене. И им нужно посмотреть, какие релизы были на ту или иную дату. Но здесь, собственно, видно тоже за период, что у нас, например, за выбранные даты было 105 релизов. И в день в среднем мы где-то 10 релизов делаем. По аналитике, на самом деле, у нас очень много планов. Мы планируем туда занести техническую поддержку для того, чтобы понимать, какой поток вообще приходит к нам в саппорт. Для того, чтобы понимать соотношение багов-доработок, как долго баги чинятся. Планируем начать измерять time-to-market, то есть весь этап от discovery до delivery, от момента зарождения идеи до ее реализации в продакшене. Ну и дорабатывать текущую аналитику, задачи и cycle time. Инструмент, который собирает метрики, мы выложили в open source. Вернее, это пример первой версии MVP-инструмента. По QR-коду вы можете попасть на GitHub, сделать себе форк. Ну и в целом, почитать readme, там все достаточно детально описано. Отдельно на стенде я потом могу рассказать какие-то детали по инструменту. Он поддерживает несколько архитектур. Это cloud-native, когда вы в Яндекс.Облаке используете cloud functions, cloud triggers, cluster managed clickhouse, ну, собственно, Яндекс.Трекер и detaliens. Либо же вы можете развернуть его в собственной инфраструктуре, когда clickhouse, когда сам backend сбора метрик находится в вашей инфре. Здесь же вы можете подключить какие-то удобные вам BI-инструменты, например, superset или grafano, ну, или использовать detaliens. Мы у себя используем clickhouse proxy для того, чтобы попадать в clickhouse. Собственно, на этом у меня все. И, наверное, сейчас мы переходим к сессии вопросов. Да, Акин, спасибо большое за то, что поделился своим опытом с такими деталями. Вопросов опять, как всегда, много. Давай начнем по порядку. Наверное, с тех, которые не отвечены. Как тебе вообще терминология трекера? Много англицизмов? Да я бы не сказал, на самом деле. Терминология ок, англицизмов немного. То есть в основном это касается, наверное, терминологии, методологии какой-нибудь, да? Где этот термин, а не англицизм. Ну, скорее, да. Может быть, просто я привык, я всегда в IT работаю, и там очень много англицизмов различных. Поэтому для меня это как нормы. Да, понятно. Смотри, вопрос на грани процесса, построения процессов сервиса деска и, собственно говоря, возможности трекера. Сергей спрашивает, насколько я понимаю, в случае сервис-деск нет сущности клиент-один, клиент-два, клиент-н. И чтобы собирать статистику по каждому, количество инцидентов, SLA, можно построить выбор, ориентируясь на конкретные почтовые адреса, или можно такую статистику собирать? Как в таком случае можно настроить SLA по обработке заявок для каждого конкретного клиента в отдельности? На самом деле, SLA можно настроить, это точно, это настраивается в трекере. Вот если честно, я не помню, как работает интеграция с созданием тикета из почты, но такое точно есть, и, возможно, по почте можно идентифицировать. Как минимум, все можно проставлять в поля трекера. Ну, я показывал на одном из слайдов, справа есть метаданные, можно назвать кастомное поле, и туда можно какой-то признак этого клиента, собственно, проставлять, и потом по нему, соответственно, считать SLA. SLA в том числе, он доступен через API, я как-то с этим работал, и его можно потом куда-нибудь сохранять и использовать. Можно ли настраивать предопределенные поля для разных типов инцидентов, чтобы клиент заполнял всю необходимую информацию для решения? Да, такое тоже есть. Вы используете? Да. Очень просят поделиться твоей табличкой сравнение, потому что она не очень читабельна была с экрана. У меня есть таблица в Excel, я, в принципе, могу ее скинуть, я не знаю, куда это лучше сделать, но в самом деле... Приходите, да. Стенд я поделюсь ссылкой. С Жира ушли, так как они отключились, а разве SLA не прекратил работу? Такой вот провокационный вопрос. Ну, на удивление, со SLA у нас все хорошо, но при этом мы тоже рассматривали, куда же нам двигаться, если со SLA что-то случится. Даже попробовали Яндекс.Мессенджер, и у нас он, если что, в резерве тоже есть на всякий случай. Понятно, потому что про мессенджер был следующий вопрос, как раз таки. Еще вопрос. Сделал план в Ганте, при работе на спринте не успели, надо бы поправить Гант, но плановый срок оставить и сделать вывод, где опоздали. Как можно сделать план-факт? Вот, если честно, по Ганту я вам не отвечу, потому что в нашей команде по Ганту мы не работаем. В основном по Ганту работают ребята из разработки. Для Канбан Ганта нет. Приходите, на самом деле, на стенд, расскажем про Гант. Здесь не такой небольшой комментарий по Ганту. Гант по проектам доступен. Он на странице списка проектов. Также на днях зарелизили Ганта по любому фильтру задач в трекере. Поэтому между проектами и сценариями он должен закрывать. Опять же, приходите на стенд, покажем, расскажем. Ну, и еще, наверное, вопрос. Что самое сложное было при переезде? Самое сложное было найти людей, кто будет этим заниматься. Как я сказал, у нас нет выделенной команды. Ну, собрались, значит, мы как-то тремя теми лидами и распределили вот эти вот три роли. Один – это выгрузка из жира, вторая роль – это трансформация данных, и третья роль – это импорт, чтобы успеть за неделю, потому что, ну, все как-то очень стремительно развивалось в то время. Самое сложное еще было, что я заметил, это когда ты мигрируешь из жира, ты замечаешь то, что статус закрыт в разных командах, может называться по-разному. И в жире все очень плохо в плане того, что, допустим, кастомные поля, они называются как-нибудь custom fields 1, 2, 3, 4, и очень сложно понять, а что это за поле, приходится очень долго парсить. И в целом статус closed капсом и, ну, большими буквами, и статус closed маленьким буквами – это два разных статуса с точки зрения жира. И вот это было сложно, адаптировать все вот это, чтобы потом получить правильные данные, то есть тот этап трансформации, чтобы их дали загрузить в трекер. Наверное, вот эти моменты я бы выделил. То есть я правильно понимаю, что процесс эмиграции занималось 3 человека, и это заняло максимум 2 недели? Ну, неделю. Неделю. Да. Фантастика. Спасибо тебе большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!